Вопрос безопасности гражданина или вопрос безопасности его семьи сегодня, с моей точки зрения, может рассматриваться в контексте четырех О. О – это образование, первое. Второе О – это объединение. Третье О – это оружие. Четвертое О – это организация. Совсем вкратце об этих тезисах. Первое – образование. Гражданин и члены его семьи должны иметь не только образование школьное или высшее, они обязаны в наших условиях иметь образование по безопасности, физической безопасности. Здесь много присутствует спортсменов, которые обязательно скажут об этом. Сказать не только об этой физической безопасности, но и технической безопасности, и экономической безопасности. Они должны быть образованы. Второй момент, второе О – они должны быть объединены. То есть образованные люди должны объединяться по принципам безопасности своей семьи, вплоть до того, что они должны формировать определенные группы, определенные товарищества, которые могут обезопасить и подъезд, и двор, дворовую территорию, не говоря уже о каких-то квартальных моментах. Мы перед начальной передачей с вами сегодня об этом говорили. Третье О – оружие. Я считаю, что сегодня в этих условиях наши граждане должны иметь полное право моральное, не законодательное, к сожалению, оно, наверное, не будет дано, но моральное право приобретать все средства возможные для технической защиты, начиная с сигнализации тревожных кнопок, установки GPS-трекеров и прочее, которые позволяют следить, в том числе и за детьми, где находятся они, вот, заканчивая огнестрельным оружием. И четвертое О – это организация. Образованное, объединенное вооруженное общество должно быть организовано, иначе это будет хаос. И я это не придумал сам. Я взял это из деклараций, которые писали 150 лет отцы-основатели в Соединенных Штатах Америки, как побороть преступность, которая в то время достигла апогея. То есть ничего придумывать не надо, я говорю об этом постоянно. Смотрим источники. И если там, где-то в том источнике был результат, давайте это транслировать на нашу реальность.